Мы затронем тему, которая необычна. Эта тема волнует, в частности, пензенцев, начиная с 2012 года, потому что именно с этого времени появляются сведения в прессе и в разных районах пензенской губернии о так называемой чупакабре. Эль чупакабре. Это существо мифическое, его нет в природе как особи, но под этим условным названием понимается то, что способно выпивать кровь. В данном случае переводится оно с испанского сосущая коз, но существо способно убивать кроликов, кур, другую домашнюю скотину и делать то же самое. После того, как хозяева обнаруживают домашний скот убитым, он является обескровленным. В селе Любятины Пензенского района Пензенской области случилось происшествие, которое говорит о том, что чупакабра это нечто реальное. Ибо жители сообщили нам о том, что у них за одну ночь было убито порядка десяти кроликов. У них вот кролики вот здесь лежали, и у них вот двух под лопаткой, вот в спину, два прокола и все. И все, ни крови, ничего. А остальные кролики? Остальные все переломаны. И у них даже вот, то что они сколько, ну часов двенадцать вот лежали, но они к стене дали. Да понятно. А это их вот берешь, а его так. То есть по факту один съеден, остальные вот душены, переломаны. И у двоих два прокола. Кролики были словно переломаны по принципу сворачивания костей в трубочку. Вот это очень специфический момент, который также дает вопросы. А кто из животного мира может делать такие процедуры? Наша группа оказалась свидетелем того, что Чупакабра оставила следы. На большом деревянном щите, который лежал на клетках с кроликами, остались лапы. И эти отпечатки лап не могли быть идентифицированы нами по принципу, принадлежащими к какому-то известному виду животного или зверя. Похоже это на лису или нет? Нет, не похоже. Не похоже. Не похоже. Пальцы длинные и вот эта часть. Вот это куница. Ну вообще никак. Вот это куница. Вообще никак. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот эта рысь. Ну вот живая лапа рыся. А вот следы, которые... 9,20 сантиметров. 9,12. Ну что подходит-то? Ничего не подходит, получается. А еще где видели, вот вы говорите, здесь где-то еще есть, по-моему, наблюдали такую штуку. Ну вот как, старался вот спускаться с той стороны. Ну да, вот. Ну ничего там. То же самое. Там на дороге следы большие были. Просто следы вот этими следами. Вот как следы, ходил или что-то. Где-два, вот как будто кто-то на задних ногах шел. Вот, вот, вот я и хотел спросить. Получается, только на двух лапах он перемещался, не на четырех. Вот это уже серьезно. А где эти следы? Вот, кстати, вот это вот и надо сейчас посмотреть. Потому что, вот если на двух, это вот... Там не осталось, там не осталось ничего. Да там машина ездит. Здесь фотографии. Вот эти вот. Она здесь вот тормознулась. Здесь у вас сетка-то была? Да. Вот она. Ну это вот ее следы. Вот, и следы большие. Она здесь скользила, она скользила. Вот ее расстояние. Нет. Нет, она туда она ушла. Вот, явно здесь дорожка, и вот она... А здесь вот, иди. Да, вон. Вон туда, вот, и вот туда. Померить. Между когтями. Между когтями здесь получается 2-3,5. Наташа, и вот смотри, видишь, вот круг? Вот смотри, два и два практически... А, между когтями. Между когтями. Да, ну и три получается. Три когтя. Ну там и есть. Там три пальца, два пальца. Вот это вот существенная вещь. Могу предположить, что существо, которое было здесь, сделал прыжок, когда выходило именно оттуда, из сарая, и две ее лапы, первая, правая, то есть получается, и левая, и задняя, которая соскользнула, позволили как бы оставить вот эти следы, перепрыгнуть и уйти куда-то в сторону реки. Вот моя точка зрения, что это существо связано с водой обязательно. Размеры примерно 35 сантиметров между лапами, но это могут быть, они задние раздвинуты, раздвинуты, а сами вот эти вот, скажем, расстояния здесь порядка двух сантиметров между каждым пальцем когтей. Когти были у животного, а всего получается где-то сантиметра четыре. Здесь то же самое. Вот соскользь вниз ушел. И далее куда-то там, я не знаю, в траву. Ну вот что это может быть. Передние лапы, возможно, слабые, задние лапы сильные. Вот это задние лапы. Больше тут предположить пока трудно что-то. Одновременно мы увидели, как существо прогрызло деревянные ограждения и оставило, по всей видимости, какую-то кровь. Что это было? Мы при помощи ультрафиолета внимательно рассмотрели подобный феномен. Вот, 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 вот есть. Вот, вот это вот след, вот, вот, органический. Вот, 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 полосочки вот эти. Сиди у камеры, иди, шубер. Так, вот это органика. И вот еще, вот эти материалы. Вот здесь вот, вот тут вот есть материалы белковые. Вот их вот можно брать на экспертизу, допустим, срезать в полиэтиленовый пакет. Они дадут какой-то результат. Давайте здесь посмотрим. Вот тут вот, вот они, вот, под точками вот эти вот. Но уже давно времени, сколько прошло дней-то? Давно много, да? 25 сентября был. Вот, 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 полоски вот спускающиеся, вот. Это тоже все, вот это вот может быть или слюна, или кровь, или какая-то другая органика, сохранившаяся здесь. Вот, хорошо видно, вот как нитеобразная. Вот она. Ну, скорее всего, слюна, наверное. Хозяин дома рассказал нам о том, что несколько лет назад в близлежащем селе, приблизительно в пяти километрах от Любятина, а именно в селе Константиновке, были вырезаны овцы. Это уже достаточно большие существа. И что за зверь мог убить их? Аналогичным образом у овец была выпита кровь. Три года назад в Константиновке, как это было? Там, перечислите тех, кого они загрызли, вот эти животные. Кто там? Ну, кур, гусей. Ну, кур, гусей, это на частных подворьях. Ну да, овец. А телят, получается, уже в коровнике, на ферме. На ферме. А потом пошли куда вот эти следы еще раз? Ну, они вот вызвали тоже вот охотников, там этих вот, кто за этим вот. И вот они с собаками вот пошли, вот следы только до речки идут и все. Не поэтому берег больше следов нет, не потому. То есть уходят в воду, получается, и все, да? Возникает вопрос. С чем сталкиваемся мы в нашей повседневной реальности? Быть может, это действительно нечто, приходящее из параллельного мира? Или это нечто мутирующее из наших обычных зверей леса? И это, то, что мы условно называем чупакаброй, способно жить не только на воздухе и дышать, но еще и перемещаться в водную среду. Насколько мы выяснили, охотничьи собаки, которые шли по следу чупакабры, теряли след именно возле реки Пенза. И вот эта речушка, в принципе, небольшая, которую мы могли наблюдать в осеннем своем варианте, дает возможность предполагать, что существо действительно словно проваливается в какое-то иное пространство, уходя в воду, ибо следов никаких нет. Но есть очень интересные замечания, которые делают также хозяева, те самые, у которых погибли кролики. Почему это существо появлялось в полнолуние? Почему это существо наблюдалось в виде теневого шара, который словно прыжками перемещался и, можно сказать, летел над поверхностью Земли, ну, где-то на расстоянии метр? Про вот по скачкам, если бы... А вот я хотел сказать, может быть, оно не по земле, может, оно как летело со мной? Нет, да, 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 да. Все, тогда понятно. За одними лапами. Да, да. Ну, нет, там... Такое ощущение, как будто летело, не бежал, как собака. Ну, там прыжки большие могут быть. А вот такое ощущение, как будто вот... Большие прыжки. А время сколько было ночью? Вот это... Дядо 6-8. А, вечер. Да. А собака, значит, обе собаки... Понятно... А это, в Линд, и тишина, и собаки у меня молчали всю ночь. От сарана на следующий день у меня собаки есть. А я все глянь, что он помолек отпустил. А они вдвоем из одной комнары, хотя бы... Я чего-нибудь думал... Это вот собаки? Да, и соседские вот здесь вот. Собаки. Вот где вычела и оттуда соседские. Вы не слышали, как собаки могут так лаять? Не доживай, а вылез. И все, и я вот вышла. А что, света не было еще? Проводы оборвались, все навозили. И я вот топором вон по газу. Крык, крык. Я моя, и что такое? Я сама боюсь. И такое черное, это вот прям темное пятно. Вот такое крыло, прям вот стих. Вот вы не поверите. И я домой. Только вот, видишь, у нас маленько приоткрытый. Да. Вот. И вот такой, это как будто толчок вот этот был. Но это на второй день уже было, да? Если гипотетически предположить, что существо, которое мы называем чупакаброй, появляется из ниоткуда, и оно способно обладать некими, если угодно, телепатическими способностями, воздействуя на животный мир, ведь собаки замолкают, они боятся просто-напросто, то, видимо, все-таки здесь есть нечто паранормальное. Но оценку давать пока рано. Я поинтересовался у специалистов, которые занимаются исследованием чупакабры, например, в Соединенных Штатах Америки, в Мексике. И там аналогичные явления, кстати говоря, не только домашний скот, но даже и дикие обезьяны обнаруживаются убитыми без крови, высушенными. Так вот, мнение таково, все-таки это нечто, приходящее к нам из какого-то параллельного пространства. Фантастическая гипотеза. Но, тем не менее, родился миф. Вот самое интересное, что в этом случае для человека, который своими глазами может поехать, посмотреть территорию, где это все происходит, посадки леса, река, в конце концов, просто поговорить с хозяевами, Я думаю, мировоззренчески будет очень полезно и грамотно оценить то, чего мы не видим. Живя в городах, мы просто не владеем информацией о том, что происходит у нас за горизонтом города. А там творятся очень интересные вещи. Сентябрь 2019 года принес новые сведения о Чупакабре, именно в этом же районе. Буквально приблизительно в 5-6 километрах от Любятина есть село Ермоловка. Там двое жителей стали свидетелями появления непонятного существа. Как сказал один из них, подобие кенгуру. Возникает вопрос, а откуда кенгуру может появиться в средней полосе России? Безусловно, это что-то необычное. Сейчас мы услышим это. Получается, он вот так сидит, задние ноги большие, маленькие, как короткие. Цвет какой-то грязно-коричневый такой. Вот грязно-коричневый. И взгляд он смотрит, у лисы-то между глазами такое расстояние маленькое, а у этого как-то больше. У лисы, например, как-то желтый цвет, а у этого как-то голубизной от глаза, от свечи. И он, короче, получается, как вот с места, как стартанул вот так. Лиса обычно бегает там, да? А этот он как прыгнул так в сторону леса. Я ему этому говорю, слушай, что это вообще было-то? Мне показалось, как кенгуру. Неужели у нас кенгуру? Ну, подхожу к этому следу, он мне говорит, не подходи ради бога, там, не дай бог, там прыгнет. Я подхожу, и следы, получается, вот такие они. Вот как четыре, вот так, корябанно, вот так. И получается, мне показалось, когти, наверное, вот такие у них. Потому что спашина была лес, вот так, противопожарная, вот эта спашка, там земля мягкая, и прямо вот так вот. И вот здесь вот так она, вот так, вот след вот так. Я даже еще руки прикладывал, говорю, блин, вот эти когти. Мы подъехали к той территории, о которой рассказывал очевидец. Это территория близ села Ваейково. И там мы обнаружили лесопосадки, мы обнаружили ту картину, где, собственно, и наблюдались непонятные существа. Эта территория, где сейчас мы находимся, представляется лесом и полем. И здесь наблюдалось существо непонятное, условно именуемое Чупакаброй. Вот именно в этом лесочке жители села Ермоловка наблюдали странное, кенгуру-подобное существо. Я думаю, что сама территория, на которой мы находимся, как бы является загадочной и способствует тому, что здесь может что-то такое проявиться. И это, как ни странно, уже закономерность, система. Потому что не впервые появляется здесь Чупакабра. Также в сентябре 2019 года другой житель Ермоловки увидел своими глазами непонятное существо. Это лесник. Вот что он рассказывает. Я, в принципе, ее видел мигом. Ну, неважно, как она выглядела-то. Как выглядела? Ну, наподобие средней собаки. Где-то вот такой длины, сантиметров 70. Вот знаете что, лапа, мне кажется, короткая у нее, передняя вообще. Их как бы и не было. Она, в принципе, может быть, даже меня напугалась. Она выпрыгнула из-за забора. И я тут еду на ближнем свете. Тут я дальний свет включаю. Толчок. Вот вы когда-нибудь видели, чтобы какой-нибудь зверь летел метр над землей? Нет. Равно летел. Вот она вот, ну вот, на дорогу, понимаете, 7-8 метров. И вот она пролетела через эту дорогу метр вышиной и в кусты шмыгнула. И все. Вот все мои новости. А цвет у нее какой был? Шерсть, может быть? Цвет, знаете, какой? Цвет красно-серый, но бока вот эти вот, желтоватые. Как бы вот, как что-то с лисой. Похоже. Как на спину лисы светловатые. А так красно-серые вот ноги. Ну, задние ноги, мне кажется, тоже длинноватые были. Но это ночью было? Ночью. 15.11. А когда? Дата. Или примерно хотя бы? Недели на две, да? Побольше даже. Побольше? Побольше, да. Ну, где-то вот так вот. Так получается, вы видели-то в разное время, да, то есть интервал? Нет, где-то неделя разница. Ну, неделя, наверное, да, да, да. Вот так вот примерно. А это где было? Далеко отсюда, от деревни? Это в деревне прям было. В деревне? Да, там у нас, как сказать, ну, Птичий, Ермоловка, Дубасово. Вот я ехал на пруд, в лес. Ну, в конце села получается. Да, в конце села, край села. Там уже все, дальше домов нет, один дом остался. Как вы говорите, разорвали прям вот лапами? Лапами разодраны, главное, чтобы по дереву вот эти вот полосы огромные и вырванные, это, сетка, сетка, да, сетка, сетка вырванная. Ну, и оттуда взятые кролики. Ну, крови тоже нет. А у меня сестра говорит, наверное, удушила, а что же она их не съела? Она их и даже не рвала. Я говорю, Галенька, это вот, наверное, вот этот вот сам тварь. Все правильно, а когда это было? Это было года 4-5 назад, это давно уже было. Давно? Давно, да. Я, говорит, грешил на собаку, на соседскую, а потом, оказывается, это не собака совершенно. Собака привязана была, и Гришка, говорит, я ее и не отвязывал, она никуда не девалась. Таким образом, если подвести предварительный итог всем фактам только по одному региону Пензенской области, в частности, сектор Ермоловка, Любятина, Константиновка, Ваейково и некоторые близлежащие другие селы, можно сделать предварительный вывод о том, что эта территория чем-то привлекательна. Возможно, это какая-то специфическая энергетика, которая привлекает таких существ. Самый главный вопрос остается открытым. А что это за существа? Поймать чупакабру очень сложно, практически невозможно. Но если наука просто-напросто опустит руки и снисходительно отнесется к подобным фактам, мы, безусловно, будем находиться в том же состоянии с вопросами, которые нас мучают. Продолжение следует...